Песня Господи, молим Тебя, благослови эти занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного и правильного понимания Божественных Слов Твоих. Прибудь с нами и в сей день благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Филиппийцам. Послание Святого Апостола Павла. Третья глава. Пятнадцатого стиха. Ну я вот напомню. Тринадцатый, четырнадцатый. Почту, чтобы освежить в памяти прошлое занятие. Братья. Тринадцатый стих. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Четырнадцатый стих. И стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И пятнадцатый. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, и это Бог вам откроет. Что такое? Толкование. Блаженность Пилакта Болгарского. Что же такое это? То, чтобы забывать заднее. Свойство совершенного человека не считать себя совершенным. Потому что совершенство заключается в том, чтобы не полагаться на себя. Друзья, здесь Павел обнадеживает филиппийцев. Если говорит, вы думаете, что все сделали, то Бог покажет вам, как неведающим должно. Это сказано о совершенстве жизни и о том, чтобы они не считали себя совершенными. Давайте порассуждаем, как к нам это относится и в чем совершенство нашей жизни. К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Самое высшее звание, это вот сегодня Игнат Тихонович про Брежнева рассказывал. Полковник, лейтенант, сам себе навешивал. Какое самое высшее звание? Генералиссимус? Нет. Христианин. Истинно так. А почему? Кто генералиссимус и кто христианин? Конечно, на первый взгляд, ничего себе. Я тут думала, по мирскому говорить страшно. Да, да. Нет, ну и по мирскому, конечно. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос, а горник, помышляйте, а не землю. Будьте совершенны, как я совершенна. А совершенство в чем? Что имел Христос, когда говорил, будьте совершенны, как я совершенна? В чем совершенство? В кротости и смирении. В кротости и смирении. В движении себя. В движении себя. Самое важное. Это первое ступень. Отверни себя, возьми крест свой, приготовься страдать и следуй за мной по стопам. Креста. А что такое отвернуться себя? Как так? Себя отвернуться. Отвернуться своего Я, своих страстей, своих пагубных привычек, своей прошлой греховной жизни. Вот это первая ступень. Отвержение. Будьте мертвыми для греха. Мертвый он не может грешить. Нам надо при жизни стать вот этими мертвецами для этих. Вот в этом и совершенство. А можем ли мы сразу от всех вот этих страстей, пагубных привычек сразу отказаться? Не всегда это получается, поэтому стремиться надо к совершенству. Стремиться. И забывая заднее. А я уже вот это бросил, это бросил, это бросил. То есть, все, я теперь христианин, я теперь спасенный, я теперь на небесах. Я крестился, я уверовал, я Христа полюбил. Все, дальше мне не следи, ручки сложи и на облаке. Нет. Это уже дух самообольщения. А апостол Павел говорит, нам надо забывать заднее. Заднее. И совершенный человек, он как раз духовно, он не считает себя совершенным. Блаженный нищий духом. Я когда прочитал первый раз, то как блаженный высокодуховный, что это нищий духом? Когда дух там у него такой вот, да, те блаженные. А как же нищий духом? А который на толковании это прочитал, считающий себя недуховным, тот истинно духовный. А который думает о себе, что он своей силой достиг, не силой Божией, вот этих вот, отречения от пороков, от грехов, сам, тот, конечно, неблаженный, несчастлив. Это как, считающий себя недуховным? Это как, поясняю. Ну, блаженный нищий, ну, как вот апостол Павел говорит, что я... Если недуховный, то какой? То телесный, земной? Нет, нет. Не совершенный в духовном плане. Это другой, совсем другая плана. Да, я, может быть, не так выразился, но смысл такой. То есть считающийся, блаженный нищий духом. Там, как говорится, нищий духом. Ты считаешь себя нищим духом? Да. Я же духовным. Значит, ты неблаженный, если ты себя нищим духом не считаешь. Я скажу, ты земной? Нет. То есть, чтобы не было вот этого самомнения, что вот я достиг вот этого всего. Игнатика, если никто... У меня как-то вот по-другому маленько ассоциируется. Нищий духом это, который полагает надежду на Господа, не на себя рассчитывает, а который рассчитывает на помощь Божию. Да, да. А который не рассчитывает на помощь Божию. На кого он рассчитывает? Только на себя. Это вот у спортсменов. Верь в себя. Сотвори себя. Ты лучше. Ты выше. И все спортсмены подвержены вот этому греху. Чеславие. Напрасная слава. Прежний Флеонид тоже не спортсмен, но у него другая была. Вот. Славы от людей ищите, а от единого Бога не ищите славы. А слава от Бога будет тогда когда? Когда заповеди будешь соблюдать, тогда тебя славить начнут. Когда не о себе будешь думать, а о людях, о Боге, о ближнем. А когда думаешь, как бы тебя только прославили, ну и посрамит тебя Господь. Я тоже читаю эти слова. Я спортсмен. Я сам и со спортсменами общаюсь. Как только будешь считать, что ты совершенен. Да, я молюсь, Господи, пошли мне учителей, наставников. Я мастер спорта. Я достиг, я уже как бы совершенен. Все, у меня нет равных в Балтайском крае. Но я всегда еду и иду, учусь, учусь дальше. Я не задираю нос. Я говорю, а как ты это сделал? А как ты вот, хотя бы в этом плане. А другие, которые на себя полагались, те ниже меня. И меня Господь поднимает, как вот Кам и Галеши. Там тоже же были соревнования на колесницах. Тоже читаю, тоже это место вспоминаю. Вот. Ну что, продолжим? Сергей. Сергей. Да. Игнать Тихонич. Хотели что-то сказать? Продолжим. Шестнадцатый стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Толкование. Что, говорит, мы доселе сделали, того и должны держаться. То есть, единомыслия и мира. И по тому правилу жить. То есть, той же верой и для той же цели. Ибо правило не допускает ни прибавления, ни убавления. Итак, вы не приступайте к велению Святого Духа. И вот мы всегда перед занятиями молимся. Не дай уклониться ни направо, ни налево. Не прибавить к словам, ни убавить. Но правильно понимать. И Дух Святой открывает нам, как действительно правильно понимать, что Библия одна, толкований и сект очень-очень много. И все друг другу противоречат. Где же истина? А истина та, когда вот то, чего мы достигли, так и должны мыслить. То есть, как вот было в первом веке, как Христос научил апостолов, как они передали, так и нужно мыслить. Не нужно мыслить так, как вот в девятнадцатом веке возникли разного рода секции. Искажающий смысл Священного Писания. Хотя пользующийся тем же переводом синодания. Почему так происходит? Ну что, не пободрствовали? Потому что само мнение... Я даже вот недавно смотрел Спас, Евангельский кружок. И они так же вот собираются, читают Евангелие. И потом... А как ты мыслишь? А как ты мыслишь? А как ты мыслишь? У них вот такое... То есть, они не читают так, как вот Феофилак нам ответил. У меня сразу это вот поколение было. То есть, у них так же, как вот секта. Все, они каждый свое мнение высказал на этот стих, идут дальше. А где же истина? Ты мыслишь так, ты мыслишь так, ты так. А кто-то же из нас неправильно мыслит. И вот апостол Павел говорит, иди на мыслие. Говорит, мы должны... Того и должны держаться, держаться истинной верой, верой православной. Мы... Она... А вот сектанты говорят, она не... Не было слова православия. Так и не было слова секта. Когда возникли секты, отсечение от единомыслия. Тогда, те, которые были единомыслены, им нужно было как-то себя называть. Они стали себя называть православными. А они говорят, а мы все христиане. Но если мы все христиане, почему мы не единомысленны тогда? Почему адвентисты думают так, баптисты так, православные так, католики так. У всех одна и та же. Почему? 17 стих. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете у нас. Толкование. Выше он сказал, берегитесь псов. И таким образом отдалил филиппийцев от них. Теперь он приближает их тем, которые ведут добрую жизнь. Ибо это и значит, смотрите, то есть обращайте внимание на них. И, видя в них первообраз, подражайте им. Как во мне имеете вы образ, так и в них. Ибо он учил их не только словами, но и в своей жизни, и в поведении, являл себя примером. В этом и состоит совершенное учение. Настоящий командир, я слышал такое выражение, он не говорит солдатам, вперед. Он говорит, за мной. То есть, пример показывает. И здесь, как бы, вначале читает, подражайте братья. Как будто бы хвастается. Да нет, не хвастается. Он их отводит от всех, от тех псов, от тех вот, которые вот, лжеучителей. Ну вот, лжеучителей, да, которых говорит выше. А куда? Здесь секта, а куда идти? Куда идти? К нам нельзя звать, вот в общем, куда? К храму Московской Патриархии, туда вот. Тоже вот, как-то вот. Как его? А здесь он конкретно, мне, меня слушайте, я вам истинно говорю. Вот то, что я вам говорил, никого больше не слушайте. Я хвостун, как бы, да? Ну а как? Христос говорил, я есть мыстина и пути. То есть, он открыто это говорил. Каждый лже-толкователь, каждый думает, что он, у него истина. А как нам разобраться, где истина? Как? Тут такое место, для чего мы достигли, прочитайте место перед ним. А там у правил, должны жить. Здесь есть два варианта, напрашиваются. Поехали. Но пошли по-другому. Ну, давай, почитай. Игнатий Ильич, Виктор поехал. Благословите, брат. Благословите нас. С Богом. Да благословите тебя, Господь. Давайте поможем. Благослови нашего брата, я сохраню от несчастного случая. Дар исправности ему в транспорте. За все тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. И доброе твое намерение да исполнит Господь, а худое да разрушит. Что я тебе говорил, самое плохое, возможно, самого плохого даже вольте их не допускает. Иначе все. Даже каблуков не останется. Почитай. Филиппийцам 3.16 Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. До чего мы достигли? Кто мы? Почему Павел не написал так? До чего вы достигли, по тому правилу и живите. А до чего мы достигли, мы. Дальше он подтверждает. Смотрите на меня, глядите во мне, подражайте мне. До чего мы достигли? Сегодня это место считают все эритики. Вот мы до этого достигли, что никакой троицы нету. Христос не Бог. Мы до этого правила достигли, по тому правилу и живем. Так он не говорит, вы достигнете, а мы достигли, мы апостолы достигли, нам Бог открыл, и по этому правилу живите. На это никто внимания не обращает. Я сколько ни пытаюсь, поворачиваю, даже не слышу. Нет, до чего мы достигли, то есть все. Ну, говорю, хорошо, вот это мормоны. Правильно? Конечно, нет. Ну и дальше, харизматы там падают, ползают, крещат, веснуются. Правильно? Они до этого правила достигли. Святой смех, они хохочут, падают, хохочут, падают, это святой смех. Но не достигли до этого. Евангелие Просветания у Максимова. Все должны быть богатые, то есть он умел обобрать, и теперь только жертвуете, жертвуете пять раз обходят, и они обходят не с тарелкой, а с тазиками, большие тазы. Пачками упаковывают, сразу деньги вот эти. И менее, говорит, жертвуете. Ну, куда дальше пошло? Вот от Сандей, судятся там за дома, которые дали непрерывно. Ну, а как? Мы достигли, вот это мы, то есть апостолов, что достигли, надо изучать и по тому правилу жить. А на это внимание в православных вообще не смотрят. Ну, ты по порядку, рассмотри маленько, то до чего правила достигли? Мы, а раз они поставлены как маяк, понимаем, мы рассмотрим, до чего достигли? Не искать своего, отвернуться себя, с радостью нести крест, быть благодарным, за все благодарить, как благодарить. Вот сейчас, допустим, это занятие будут слушать у нас на Украине. И скажут, хорошо, Крым у нас отняли, еще за это надо благодарить. Донбасс сейчас весь смутили, от нас отходят и говорят, Донбасс русский никогда здесь не будет. По тому правилу жить я должен им ответить. Я рад отвечать, Крым никогда был с Украиной, никогда. Украинцы в его приобретении ничего не имели. Татарские, его надо отдать татарам, а не русским, а не украинцам. Прежние войны признать недействительными. Это я говорю, так рассуждать. А если так, тогда и Сибирь не наша, отдайте ее к кучевому. Зачем нам ярмак-разбойник нужен? Он же бандит был, гнал, как Сталин. Понимаешь, во всем должно быть благоразумие. Вот в этой стадии закрепиться дальше. Мы говорим о духовном. Но люди переносят это на плотское. До чего правила мы достигли? Ну, давай по всем правилам. Правила взаимоотношений в семье. При живой жене выженится. Что? Прилюбодей? Нет, я к епископу пойду. А епископ не разрешает в шестой раз жениться. Сколько раз Пугачева венчали? У нас примеры на глазах. Павел говорил, это нет, одно правило для всех, при живой. Да мы там были, сейчас придумали гражданский брак. А что это такое? Ну, понимаешь, я с твоей женой повенчался, меня Поп повенчал, а он мне не зря его подсунул. Она такая стерва оказалась там. Но она изменялась. Да не изменяй, так лучше бы изменяла, хоть повод был развестись. Вообще, командует везде, даже дерется. Ну, нигде не написано, что если дерется, баба, она уже разводится. Если изменяет, можешь разбестись, но остаться один, доколе не умрет. Ну, как развод по-итальянски, нанять убийцу, да убить ее, тогда я свободен. Когда услышал, что жена его там таскалась со студентом и замерзла, он до того обрадовался, бежал по всему Петербургу и кричал, ныне отпущай, шараба твоего. Теперь можно жениться, новое оково заковать, и она будет тянуться за тобой. Ну, если она в три раза была замужем, почему ты думаешь, что она у тебя будет другая-то? И теперь опять Лео вернулся к прежней, и он стоит там вот. Каприо. Ну, нет ничего, кроме одного этого, все это животное. Ну, ты знаешь, что за этим будет. Ну, взял ты бутылочку. Павел брал эту бутылочку, праздновал День Победы. Нет, ну, какую причину-то ищешь-то? Он искал общение, его ждали, он продлил слово и до утра, и в тихий свалился там с окна. И в тихий это не надо. И в тихий проспал все. Ну, дальше начинаю рассуждать, и видишь, как оно засияет всеми гранями правила, которые, до чего мы достигли. А вот теперь напиши, Павел, как он обратился? Он что, заново пошел, теперь дальше знать христиан. Нет. Как Сергий Радонежский мог при свете и ослягивать размонашить и надеть воинское одеяние? Канон гласит, если принял монашество и вернулся иноческой жизнь, бросил на прежнее, да принадлежит Анапиме. Сергию не поклоняться надо, Анапиму ему надо, Анапиму, и все кончилось бы. А у нас 600 лет ссылаются на этот подвиг. А вы еще считаете он не святой? Я считаю, церковь считает, но незаконно. По закону вот так пошел, я глядываюся назад. До чего достиг апостол? По этому правилу иди. До чего Петр достиг? До чего Ян достиг? Дальше вот так и иди. Я считаю, когда житие Яна богослова, оно самое спорное, сказал бы. Невероятное. Но Дмитрий Таростовский откуда брал это? Как он это мог? Ян Богослов говорит, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Что он имел? Что в нас? Я думаю, что имел ввиду Христа, придем в обитель сотворим. Дух Святой, больше того, кто в мире. У него был ученик Прохор. Они там где-то в бане помылись, заведующая баня Романа, звать ее Романа. И она их сделала рабами. И они живут в ней месяц, уйти не могут. Проходит год, не могут уйти. Она их бьет, почем зря. Они его тут таскают, дрова колют. И Иоанн Богослов у них в подчинении. С Прохором двое работают, как в колхоз попали. За палочку, за ту задели. Откуда это взято? В житии это точно говорит. Не Павел, не Павел, запрещают им имя Господня, мы язык высунули. Его филиппистам арестовали, когда за эту прорицательницу. Так она правильно говорила. Она их не пленила, а это пленила. Скудно кормила и била их. Била, и она Богослова. С Прохором. Да они свернули ее, докостыляли ей, как следует, и вознеслись на облаках, как на встретении, на погребение Богородицы, присадил Марии. Но нет этого. Я об этом говорю, никто больше не говорит. И при том, я это не учил, ни в семинаре, ни в академии. У меня не головная вера-то. Я на молитве все выпрашиваю. Я спрашиваю, Алексея Божий, по какому правилу канонизировали? Ну по какому? Жена не оставляет, жены написано. Канон правил, если жену оставляет, ради благочестия, да будет под клят. То есть проклят, он проклят. По канонным соборам. По соборам. А он в брачную ночь, главное, женой-то не лег, и ни слова не говоря, окошко или как открыл, она видимо, и все. А потом смотрел, мучился, и как она плачет, и год-два плачет. Она сосарилась. Мать, и потом, он подвиг. Какой подвиг? Отец знатный сенатор, мать христианка, кормит бедных-то, а он в кануре там живет, и на него помои льют, и все. Алексей, Божий человек, Божий человек. Алексей, который женился, который трудится, который благовествует, он не же, ну, не Божий человек, а это именно, что прозвище Божий человек, только одному, то есть давайте на развод. Так он на развод это не дал ей. И он не дал справки, что умер-то. А теперь благоухают, после смерти падают все там, как хоронят, патриарх там пронюхиваются. Что имеет это общего с Евангелием? Алексей бы так сказал, там, пяти, или как он звал ее, я не могу жениться, это обуза. Женишься, не рад, тут ребятишки посыпятся, и каждый день надо работать будет, и некогда продыхнуть будет. То она, говорит, сходила по носу у нее, то еще что-нибудь, и всю жизнь только, ну, считай, крестью Росоната Льва Толстого, то там нам об этом пишут. Никакой жизни-то нету. Я буду благовестником. Благослови меня, я пойду. Но ведь этого не было. И не благословила бы церковь. Так он не женатый. Не женатый. А здесь женатый, законно венчанный, сбежал ради благочестия, ради помойной жизни. И притом это ни один, ни два жития в мирное время. Они искали, почему? Искали уединение, как решить спасись. А Господь не так сказал, говорит, а идите по всему миру. Идите, не от мира. То есть, вот так пошло. Идите к миру. Они вот так повернули. Серафиму Мусаровскому не было бы, иди по миру. Нет, я сделаю там в кустах, где-то сяду, дерево наклонится, я буду угадать, что означает. Никого не ходить, не принимать. Везде. Но ребятишек охота, наверное, иметь было. И терпеть он не мог, когда дети кричат. И он в окошко и в траву залег. А уже знали, брали с собой. Да давай, бери с собой Тарасика. Пусть он кричит. Ой, серопимушка, я без тебя не могу. Он не мог, тогда из травы вылазил. Ну, что хотели-то вы? Благослови, Сухариков, щегунов на голову надели. Это вера наша. Сейчас это там забуранный Андрей с генералами щегунов в башке бы съездил ему кто-нибудь. А дурели совсем. На благовестие не пойдет. Тут робы не сытые. Вот такие вот шрева стоят. Куда он пойдет? А я еще на скамейке сидю, что любому предмету у человека вот нога для чего у человека? Нога для чего? Царапаться. Вот сколько раз я спрашиваю учеников, на что нога нужен? Давай. За ногу вытаскивать. А? За ногу вытаскивать. За ногу вытаскивать. Еще что? Вот так линию. У меня нету здесь карандаша. Вот смотри. Верно? Нет? Посмотри, как продавил. Вот он где. Дальше. В шею попадается. В шею давить. Дальше. Играем мы в шалбанчика. А так-то больно. А вот, отречение еще. О! Знаешь как? Сколько разных назначений. Назначений. Гручи женщины. Кормить ребенка не для чего больше. Больше она ей не нужна. Это как вымя у коровы. Только у коровы сзади, а у ней спереди. Больше никакой разницы нет. Молоко дается вовремя. Лактационный период там три года идет. И она все спрашивает. Для чего шрева кожа знает. Скажи, для чего здесь такие булки висят сзади? Зачем? Сидеть, чтобы мягко было. Там кости-то. Я еще кручусь. Сидеть-то не на чем. Одна кожа. И крутишься, сидишь. Сесть невозможно. Без подушки. Сидеть-то не на чем. А так, ой, я забыл сидеть. Подушку дома забыл. А так Господь прилепил сзади и ходит с подушками. А люди на это смотрят, да еще и рисуют, и интересуются. Подушки, обыкновенные подушки. А мы ничего не... Ну и в Болис попадешь, что там много мяса колоть удобнее было. Пороть удобно, да кости не поломаешь. Вот в интернете поставили, говорит, лечебная крапива. Крапива по жопе. Это крупно написано, плакат стоит. Все. Сидеть не на чем. А сколько раз думал? Сидеть не на чем. Хоть подушки привязывай. Зато работать удобно. Ничего не тянет к низу. Ну ты маленько на все рассуди и посмотри, с какой целью это житие, про Яна Богослова. Дальше. Канонизирует Алексей Божий Человек. Канонизирует Агея Пророка. Там ничего нету. А Ездра нету. Я стал исследовать. Ни одного человека нету равного ему. Нету. Вообще в Ветхом Завете нет никого. Ездра. И его списка святых нету. Это получается, ребенка нельзя назвать именем Ездра. Нельзя назвать. И храма именем Ездра нельзя. И памяти нет. А кто такой Ездра? Вот был пророк. Вывел народ Божий из плена, как Моисей. Дальше. Что они с Ездрами сделали? Полный развод. Очистили нацию от иноплеменного семени. Дальше. Три книги пророческие пишут. И книги Ветхого Завета собрал, Ветхий Завет составил. Это он. Так почему нету? Я вопрос этот ставлю. Никто не ставил до меня. Нигде не стоит. Вообще нету. Я впервые его поставил. И я знаю, почему. Это монахи канонизировали. Они его терпеть не могли. Библию народу дать. Я долго искал почему все были против Библии. Почему? Против перевода на русский язык. Я наконец нашел митрополита. Антоний пишет, царю пишет. Не вздумай переводить. Как только Библию переведут, переведут сразу революционную страну. Народ поймет, что мы их мучили напрасно. Вели не в том направлении. Протестантизм не на пустом месте. Господь и допустил, чтобы мы увидели. Православие-то настоящего. Люди не знают. Его не видят. Они его не нюхали. Ты в эту комнату зайдете и увидишь православие. Все блещет местами священного писания. Как одеты. Как кланяются. Да, это внешне. Но во внешнем заключен внутренний смысл. Все до одного крещены через полное погружение. Деньги мамона никакой роли не играют. Что надо-то еще? По три раза не венчают, не разговаривают. Я просто скажу, что Ездры нет равного. Так это я не все перечислил еще. Он строит храм Божий. Храм разрушенный. И он выходит из плена, когда вышли синагоги вывели. А синагоги это школа, где Христос будет. Это все Ездра. Всех вместе пророка взять, они то не сделали, что он сделал-то. Его нету. Исаия есть, Иеремия есть. Вот и великие пророки. А там есть такие маленькие пророки, там одна глава. Какой где? Это когда до всего докопаешься, а что ты в православии? Потому что это благодать. Благодать сохраняется. А чем докажете? Я доказывать им буду. Я живу в ней. И каждый день я вижу эту благодать. Нынче, если бы не так, меня бы заели, трухи не оставили. Ничего не могли сделать. Теперь определенно. Какая сила навалилась? Прокуратура, посылали людей, чтобы на меня подали. Ни один родитель не пошел на это. Ни один. Сегодня не было разговора у тебя? Да и к лучшему. Вот до чего мы достигли? Вот это надо понять. Апостолы. То есть мы это, мы апостолы. А не до чего вы достигли так живите. Вот это закрепить надо и как опознать. Так надо разобрать, с чего апостолы достигли-то? Какого? Ну, до чего достигли, мы видим до чего. Они оставили все и пошли благовествовать. Вот это главное. И далее. Он собирал деньги, Павел. Он огромными деньгами владел. Так что даже знаместник в этой стране и думал, может, даст денег. А он не дал ему. Почему? А не для себя. Он собирал для других. Для бедствующих израильтян. Иерусалим. Давай. 18 стих. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Толкование. Не называет таковых по имени, чтобы не привести в возбуждение. Но все-таки дает филиппийцам понятие о них, когда говорит, о которых я часто говорил вам. А теперь, так как зло увеличилось и распространилось, я даже не могу и вспомнить о них без слез. Видишь ли его сострадание? Он плакал не о своих собственных пороках, так как он не имел, но о том, что другие жили, не сознавая своих пороков и в утехах. Некоторые лицемерно исповедовали христианство, но жили в утехах и спокойствии. Их-то и называет апостол врагами креста. крест ищет души, готовой на смерть, жаждущей опасности. А они свободны от этого и живут совершенно противоположно сему. Если бы они любили крест, то любили бы жизнь крестоносную, то есть горькую. Неужели после этого мы не будем страшиться перед мыслью, что тот кто друг роскоши земного спокойствия и безопасности враг креста Христова. Вот по толкованию когда говорит крест какой крест он имеет ввиду свой или Христов? Вопрос прямо напрашивается враги креста Христова. А он здесь объясняет только человеческую сторону креста горькую жизнь любить. А он говорит о кресте Христовом. А какой крест Христов? Голгофа. А при чем тут Голгофа? На первое место жертва Христа. Для меня жизнь Христос. Христос от рождения и Голгофа заканчивается воскресением. Для меня это жизнь. Жизнь пройти. Вот теперь вторая часть толкования дойдет. Но сначала это идет. Крест Христов. Это искупление. Это жертвенность. И это пророчество. Это откровение от Бога. Когда говорится откровение, это не книга откровения, а что Бог открыл людям. На небе был совет. Кого мне послать? Вот я иду. Ты приготовил мне тело. Я пойду. отец приготовил тело, сын мой. Тело. Тело, которое будет лежать вислях. И ты будешь подобен человеком и возьмешь грех людей на себя. Итак, враги креста Христова. Они не верят, что можно спастись без дел. То есть, я не слышал, не уверовал. Какой разбойник? Что вы придете? Давай, надо самому одеться безгрешен. Ну, не можем мы. Но это не означает повторение греха. Уверовал, пил, другие грехи, все закончилось. Здесь смертный приговор всем твоим лживым удовольствием. Теперь остается один крест. Там сложил, там его кровь святая омыла меня. Мы проповедуем крест Христос. Спасение через жертву. У православных этого нет. Ну, Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря Московского патриархата говорит, вот к нам придет человек и спросит как спасать всех. Что мы ему ответим? Ну, обязательно купи вот то-то, 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 то-то. Ну, постарайся хоть раз крестным ходом куда-то вырецкий там где-то пройти или к этой иконе Коробейниковской. Дальше что, ну, обязательно где-то к мощам надо притулиться. Стукнуйся лбом и не целуй, вот так вот поцелуй, да еще и лбом воднет. А зачем? Ну, он это головой всех пошивал. Ну, дальше тут посмотри. Голгофа. Взойдем на Голгофу, мой брат. Там по сны Бога мессия распят. А правде святой проповедовал он. Больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. Вот этот салон, который поют у баптистов. Я не знаю кто автор. Про ханов ли? Про ханов не знаю. Иван Степанович. Или это взято из лирбанских мелодий. И проповедуем, Павел говорит, Христа распятого. Крест. Кресту твоему поклоняемся. То есть страданием на Голгофе. Вот это слово крест это не означает дерево и крест. Давайте сделаем и крест если они огромные кресты идут и несут все. Это образная аллегория. Крест это то, что мне выпало. Вот парализованный Сергей лежит и говорит Сергей парализованный во славу Христа. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот как надо называть. Во славу Христа. Болящая такая-то во славу Христа. А тут если еще где-то не так все затрясем чтобы это здорово будет. А что такое здоровый даже не знаю. Давай Степанову. А вот сейчас что объяснял Игнатий Тихонович что не жертвы Христовой оправданы. А последнее предложение прочитай. Там написано как жизнь толкование Да вот последнее последнее предложение. бы они любили крест то есть вот эти враги то любили бы жизнь крестоносную то есть горькую. Неужели после этого мы не будем страшиться перед мыслью что тот кто друг роскоши земного спокойствия и безопасности враг креста Христова. Чтоб любили мы жизнь горькую. Горькая жизнь это ну как сказать всем восстал гонит меня там то другое это горькая жизнь что огорчительнее это для матери может быть горести это хватает поза глаза а надо принять это как благодарение за то что не воспитывала за то что не молилась как защита ей был не по это мой крест благодарю тебе господи иначе бы этого не было заранее когда человек увидит что ничего не получится я хочу глупо ты посмотри на него альфонс бессводствий зачем ты за него идешь я хочу ты ты орать будешь он буйный я только ночью получил это письмо он отсидел 10 лет 10 лет это за убийство уже дают 10 лет не раз уходил но я тоскую без него он голодный приходит я его кормлю опять живем как живем гражданским браком то есть развратом гражданский такой брак это как он означает почему он гражданский а другие которые в ДАГСе это не гражданские но их там нету потому что у него в паспорте нет развода это гражданский брак зачем он говорит который разошелся и живет и опять же в ЗАГСе выдали он не говорит в гражданском браке он просто у него жена законная а то она никакая подсадная вот или бы крякала ну сейчас вот даже я менял документы в связи с 45-летием и паспорт у меня вот есть статус разведен у меня разведен у меня была жена две были законные а мне пишут не разведен военнопадский холод и в новом паспорте у меня как будто я не женат и все на улице смотри какие красавицы за паблини хвост и все уже даже в документах стараются скрыть вот эти прошлые а нам они нужны ну понимаешь паспорт это показать личный человек и вдруг национальность нету да не было таких паспортов ни в одной стране национальность и нахуй поэтому да убрать у всех нам-то зачем евреев надо убрать он боится а мне зачем убирать я не боюсь что я русский я везде кричу мы русские Россия должна встать вот и все Россия должна встать Россия это мы вот как а у меня из паспорта убрали это ради евреев зачем это делать ему не надо и пусть не пишет я не страшусь сказать что у меня родители неграмотные сам я нигде не учился вот это толкование которое до чего мы достигли я нигде не считал да блаженов эпилакторе я сейчас считаю нахожу у него то что мне открыто было без всяких толкований я не имел этого толкования не знал а когда считаю я как будто бы где-то был в командировке и вернулся теперь к знаниям через книгу а до этого я не считал и знал это Бог делает так интересно вот я до отборки хотел сказать как вы могли просмотреть 20 лет до патриарха все я один раз только увидел и сказал это чужой человек чужой а у него все сектант псевдоправославный там еще он даже еретики не говорит он не знает этого не библейские слова говорит он исследует там что-то Кощеткова Кощеткова община по всей стране община он работает я не говорю правильно неправильно заблуждение но он работает среди неверующих а у этого ничего нет нас могли осудить вот я пришел вчера первый раз после 4 месяца кого-то 4 месяца я же не на фронте был все сестры братья подходят обнимают целуют все они бы сказали ой там что делается а что там делается свальный грех ну она подошла поцеловала и что мне может одно удовольствие поцеловать таких сестер не поцеловать мы расстались по-хорошему встретились по-хорошему да и мы не целовались как-то а просто обняли друг друга и то это предусудительным считают давай девятнадцатый стих их конец погибель их бог чрево и слава их в сраме они мыслят о земном толкование вообще ничего только мыслят о земном и уже и слава в сраме то есть такие слова подбирают откуда они брали слава да еще особенного сделал ну люблю земное ничто человеческое мне не чуждо и все такое в сраме понимаешь другая шкала измерения другая он на меня напал я оборонялся и ударил там излишку маленько там и убил в сраме а что ты будешь делать вот придут китайцы твою жену будут там брать а что ты сделаешь зашли в комнату 4 автоматчика и что ты будешь делать что ты буробишь ну как Авраам сделал ты скажи что моя сестра и мне хорошо будет молодец какой фараон тебя на постель потащил а тебе хорошо будет а Анна Таус говорит по другому что было он знал неистов этих людей и знал что Бог Иегова за него и Бог сделал так что он не прикоснулся к ней да мало-то еще и агарь подарил ему вот так Морисей упрекали упрекали Моисея ааром с Мориамет за Эфиоплянку кто ему подарил так и там агарь пошел он с агарью давай толкование потому что они служат ему как Богу и всячески угождают ему то есть чреву для одних Бог с маленькой буквы деньги для других чрева о них Павел говорит в другом месте будем есть и пить ибо завтра умрем 1 коринфянам 5.32 вот новое идолослужение некоторые понимают это об обрезании которое они считали славой но которое на самом деле есть без слави но это неверно то есть так считать он через это показывает их неразумие ибо согрешающие должны бы стыдиться и скрываться они считают это для себя славой то что обрезаны я так понимаю потому что Богом они имеют чрево ничего не думая о духовном или небесном сегодня фотографию выставили в mail.ru я кажется попытался скачать не знаю получилось нет там где во дворце у царя Петергофья институт благородных девиц название какое институт а какой специальности никакой благородных девиц офицерам чтобы было где выбирать и вот огромные залы и сколько сколько видно они парами стоят парами парами что учат бальному танцу и учителя мужчины неизвестного происхождения и справа не видно даже сколько конца платье двухэтажное так до сих пор а другое прям до полу почти 1889 год я так глянул и понимаю все сто где-то лежат гниют все сто до одной ни одной нигде нету позапрошлом столетии еще было еще тут но главное название благородных девиц а думали ли умирать они и как у каждой было не гоняемщик лошадей там гоняли понятно что некуда больше спешить некого любить и все песни на этом были построены и вот туда смотришь думали ли они о смерти размышляя смерти о гиене день и ночь учат бальным танцем благородные девицы ну бальные ты не будешь с женщиной с мужчиной а что такое танцы 12 том почитай утонченный разврат называется вот больше еще к женщине прикасываться нельзя но если начали танцевать у нее только на сиськах неси то дальше ничего нет даже лямочек нигде нет тут можно прижиматься и что угодно ну посмотри какой они сделали так это тут все твердо или как она там натянута натянута не прямо хотя бы какие-то бретельки были ничего нет теперь все можно потому что это узаконено а просто так нельзя надо подсластить еще понятная тема 7 коринфянам 1 ну дальше это все мертвящина гнить черви и тебя мы дожили до этого видимо размышляли они если размышляли и туда никто не набирал селом они подавали заявление там императрица разговаривала с ними она приводила их в чувство ты должна быть такая такая там и проще из-за них стрелялись как Пушкин за своей Наташей институт благородных девиц оттуда она ее взяла она знала вот это вот французский знала а писать молитву перекрестить она не знала она ничего не знала больше шкура барабанная давай так что далеко ходить то в тот век в этом веке помнишь брат мы смотрели как стать матушкой да в интернете матушек готовят институт специальный для священников доброе дело а как готовят да как что они там делают нету там как раз нету площадку отмиссионерию по не могу и будет она точно так же как в прошлой веке танцы у них там костры там они ничего они там их не готовят мусульмане знают как готовить притом готовят всех до единой одинаково полное целомудрие нет Игнать Тихонович вы уже неисправимы не полное нет у них полного целомудрия прошло то уже все не прошло оно не могло пройти прошло как это крейсер санатов говорит это прошло прошло а это те которые купец это оно не могло пройти ты просто не считал и не смотрел фильм время да вы с ними не общаетесь у них тоже все в блуде уже давно я с ними общаюсь я тебе говорю вы сегодня мусульман показывали они увлечья так же обмерщение такое же идет не у всех это как у христиан есть позволяющая есть строгие христиане так и у мусульман Игнать Тихонович говорит что у всех целомудрия а я говорю не у всех ну что не у всех это ясно какого-то туркменов считаешь что они никакие я говорю Тунис как они одеты они к ним и бегут уже одетые по форме женщина шла не того цвета не того цвета форма у нее она знала ее расстреляли одетая по полной поражение не того цвета предупреждена какой цвет красный чтобы не был они то да наверное так ли советский журналист идет с ней она рядом с ним а египетский спрашивает а вы венщины он говорит нет это мы с одной газеты да как ты под руку взял ее а что такого полицейский сейчас увидит он документы попросит какие документы венщиновые или нет зарегистрировано нет ну и что сейчас сразу арестуют по 40 ударов палкой 75 тысяч долларов заплатить и через два с половиной года ты домой поедешь он сразу ой-ой-ой да зачем мне нужна шкура барабанная вот и все на букву все и насадили не так нет так это он предупредил Аси предупредил она приехала статья в советское время от Азербайджана до Азербайджана который там она была послана туда вылазит и я стоп вы как одеты а как я одеты ну у вас же друг у кого а почему вы указываете так вы должны одеться надеть платок и вот так до глаз пусть будет поража вам разрешается иностранным до глаз да я так закройте назад самолет все она прилетела не одна с министром закрыть дверь и не выходить она сегодня сразу будет арестована через десять лет только вернется все она замолкла события какого года вы рассказываете советское время 1716 год я говорю 171 ну хорошо я тебя назову 2015 год 2015 год Англия Великобритания это не мусульманская страна она я не знаю какой магазин он подошел к ней парень который с юго-то и говорит сестра ты надень платок и грудь закрой вот так вот воротищем должен быть и юбку длиннее ну кто ты такой я тебе повторил сделай это пожалуйста на завтра подошли она какая была что она будет опять так мы тебя вчера предупредили предупредили если ты еще один раз выйдешь сюда обратно ты уже не вернешься она прибежала к директрисе они мне угрожают там зашли кто угрожает вышло никого нет так они не первые вчера говорили так оденься они меня предупредили видишь как я одет в другой стране и игры никакой нет она знает что домой она уже не вернется они работают плохо худо я надел ее а дальше она мусульманкой будет она увидит а по Христа если не веришь зачем тебе здесь быть развратное христианство по другому не назовешь а там за ней смотрят они все дружно встречаются одеты по форме вот так вот как наши сестрички сидят парень познакомиться решил решил написать письмо ей письмо никто не берет он ей записку послать чтобы давай дружить как в интернете никак я не могу пока отец не утвердит это сегодня сейчас настоящее время в Пакистане а то не не такая какая-то страна заброшенная высоко развитая они по телефону сидят на работе ну как ты там моя имбирь а ничего ты мне надоел маленький ты мне надоел давай разводимся все развелись и кто-то подслушал он домой стража стоит ты куда идешь ну как домой вы развелись позвольте как развелись да я утром женой ночью с ней был так вы по телефону говорили говорили если два человека услышали а мы сидели трое мы услышали мы подтверждаем вы говорили все развели а она говорит я его люблю но закон гласит она предварительно должна сейчас выйти за кого-то замуж и только после этого развестись и вернуться к мужу считай третья глава первой стихи Иеремии это запрещается чтобы от мужа вышла замуж и вернулась земля развратится а в них наоборот почему наоборот я не знаю но видимо для того чтобы прекратилась эта зараза там тоже имеет все обоснования одна Коран считала я тут она прочитала ну одна с высшим образованием и говорит да это настоящий Коран я говорю да как со спутанными ногами даже считать невозможно ну ты так не скажи они там многое находят и восставят пророка его как меня слушаете это говорит о Мухаммаде не о Христе то есть они все пророчества о Христе все ее повернули я был там разговаривал я мусульман знаю не понаслышке и скажу что многое там сделано для того чтобы христиан сделать христианами когда ты увидишь какие мы счастливые что Христа имеем мы не помним от радости говорим Христос воскрес вот ушел полосин священник православный и стал у них каким-то имамом там а мы то этого не понимаем еще он там щетина какая-то вот такая вот сейчас у него ряжка он не может сказать Христос воскрес никому там назад возврата нету это у нас ты ушел мусульманство а потом вернулся ты можешь быть священником у них назад нет ушел из мусульманства только смерть они должны найти тебя на краю земли и убить то есть там все на ноже висит и поэтому у них там они никак не скажи вот у меня мусульманки у ручья все одеты с парточками все одеты 13 девушек с двух сторон ручья я сегодня выставил ты посмотри на них как будто наша община выпорхнула туда и села в ручья и главное форма одинаковая висит как они одеты платья до полу в Ингушетии были она стоит видно что в положении стоит а платье ниже ноги прямо на асфальте лежит одна так это Россия вот переезжаешь границу Ингушетия Алания Северная Сития как будто бы в другое государство а в Турции все до одной вот идут все я говорю а что совсем нет ну есть говорят там это на пляжах которые там советские там они им зону очартили в Дубаи выходят там же самая богатая страна там огромные деньги платят искупаться ну и приходят в магазин сразу протест чтобы в шортах никто не приходил чтобы женщина ни одна не была в таком виде и все кончилось у нас хоть какая-то прийди наоборот ой взорвало интернет она прошла трое идут совершенно голая фотографии они взорвали интернет чем взорвали лопнули обожрались или что они взорвали интернет полтора миллиона посмотрел еще смотреть три вонючки катятся это все Россия неопознанная Россию говорят разумом не обнять как-то я не знаю кто-то писал не тючек только вот еще вопрос я спрашиваю поэтов 300 России 300 назови мне самого умного самого умного из всех ну можно же сказать самый высокий рост Иван Ребров 2 метра рост ну тут понятно певец Шаляпин был герой ну что А вот умный по уму кто из наших российских дорогих наших с нашей русской фамилией кого такие крылья вознесли высоко Достоевский Крылов Крылов конечно Крылову нет равных самый умный этот царица узнала она поняла и пригласила его она долго с ним беседовала и особый пансион пенсию возвысила в мире только два человека которые удостоились такой любви народа он и во Франции Виктор Гюго он на балконе стоял на втором этаже и Москва непрерывным потоком окрестного селения шесть часов шли и приветствовали Ивана Иван и он стоял шесть часов да я уже устал нет стой там еще очередь за Красной площадью шесть часов Россия приветствовала что такой жемчужий человек родился из любой таракашки мог он выжить какой сок а Васька слушает да ест у него что не фраза то что вороне Бог послал кусочек сыра наедет ворона взгромоздять позавтракать совсем уж собралась да призадумалась а сыр во рту держала на ту бедуле сам близехонько бежала знаешь у него как на все идет Иван Андреевич у нас тоже Иван Андреевич есть кто у нас есть Иван Андреевич Дробот Дробот Ваня Дробот да я вот эту руку сходил иди меня ты начальник по поводу разводов у мусульман и христиан я не знаю как у мусульман там учат а вот у христиан есть такой анекдот пришла женщина к батюшке говорит батюшка вот помоги муж с работы приходит орет на меня не противоречит все время колотит меня проходу не дает помоги что делать не знаю до развода дело доходит батюшка говорит застает полторашку святой воды дает ей и говорит вот перед тем как муж с работы придет в рот набери и держи чем дольше будешь во рту держать тем сила святой воды будет сильнее поняла не глотай как только кончится приходи я тебе еще дам неделя проходит батюшка дай мне еще муж такой ласковый такой прям вот как же хорошо все так у нас не стало спасибо вам большое вот такое научение он дал Павел сказал так жена даушится без молвия без святой воды учить жене не позволяя не властвовать над мужем вот мы были с Артисом Валентин она говорит я все время считала что я умнее все время его учила подравнялась а где муж а нет ушел в другой ягод одна сейчас и она говорит я умничала все время она не скрывает у меня ролик записанный считала что я умнее да даже если ты умнее то результат один святой воды глоток но только воду во рту должна ты нагреть до нужных градусов подержать не меньше двух часов сначала не получалось я выпивала сама у китайца другой разговор есть она попала в их семью со свихровкой жития никакого нету невозможно она сыну подыгрывает а со снохой она наконец пришла узнала в другой деревне там живет знаток травы дает отравить она пришла все рассказала и говорит дай мне такой травы свихровку отравить он говорит дело опасное я тебе дам трава очень сильная если она умрет то будут искать причину и знаешь что вы плохо жили на тебя подозрение падет поэтому ты помаленьку подсыпай и старайся поласковь чтобы на тебя подозрение не пало она пришла и все проходит какое-то время а они не развеи вода со свихровкой и свихровка не нарадуется какая она хорошая она прибежала к нему дай противоядие я сколько давал он говорит не беспокойся я тебе просто богородскую травку давал а ты божьей матери ты научилась вот этому еще не надо молчать ну чуть только замещание сделал глаза закрутились в разбежку на 13 сантиметров и поперли а ты только промолчи молчаливые браки дольше всего сохраняется учить жене не позволяю не позволяю она считает и не позволяю все апостол павел небось не кричал откуда тебе известно я знаю что он кричал очень громко а где это написано тебе зачем написано я говорю я для тебя вместо Бога написано говорит аарон до тебя будет вместо Бога там Моисей еще скажет но и как очень просто понимаешь вот она что-то хочет а ты ей покажи а вот где писание говорит ну а где писание про это говорит я тебе уже одно место показал а наши павла спрашивали ну как так несправедливо я родился такой нос горбом вот такой глаза на выпучку почему я такой а вон он красавец сидит какой пятый раз женится еще 50 к нему а ко мне ни одна не подходит ну Бог так сделал он ему дал так родиться а мне так я гляжу вон Иван Ребров какой он два метра роста моя ну конечно охота бы мне таким быть еще не родились ну кто скажет что это справедливо а Бог возненавидовал он по другому не может никак у него все кверх ногами павел говорит а ты кто что спорит с Богом все это не кричал он крикнул за 2000 лет не погасло а ты кто такой что с Богом споришь God forbid все кончилось а что павел говорит никак в других написано Бог запрещает ни слова Бог сказал Бог создал меня таким это суть его такой и он знает что мне это как раз я благодарю Бога что я такой есть понимаешь люди кищатся вот до чего он пока ума то нету а этот поплавок высшее образование повесит какое высшее выше чего разговариваешь балда балдой ничего не знает а я закончил что ты закончил ты у Бога проси мудрости дающего просто без упреков просто все филиппийцам 3.20 наше же жительство на небесах откуда мы ожидаем и спасителя господа нашего Иисуса Христа толкования и так мы должны думать о вышнем должны стремиться к нашему отечеству где нам назначено жить так как господь и царь наш там и оттуда мы ожидаем его пришествия во славе отца со святыми ангелами и так и место и лицо должны возбуждать вас к стыду как раз вот это место мне один пятидесятник проводил мы спасенные мы на небесах мы на небесах оттолкования это не знаю тут прям написано что мы должны думать о вышнем должны стремиться то есть у нас к земного к мысли к небесным помышляйте о горнем а они до того распомышлялись что все я уже на небе мне уже ничего не надо я маленького спрашиваю Тарасия а брови для чего человека чтобы вода в глаза не попадала а чтобы пыль в глаза не попадала или вода а больше я не знаю тут убери как меняется лесопосы брови убери их подводят там и черным делают и все это Бог так сделал и он знает для чего мы говорили об этом Василий Великий это в Шестодневе объясняет у всему везде вот такое а ты знаешь в природе все так приспосабливалось вот это поэтому отбиралось а которая не приспособилась отбирала я говорю скажи почему дуб такой здоровый и крепкий на одной земле растет рядом бузина рядом лиственница лиственница 300 лет под землей как будто сегодня ее положили а это труха и бузина и тоже приспособилась везде пускай троски они оба приспособлены но разные почему вот гальян какой есть щука какая-то и акула и возник белуха все пожирает белуха ты знаешь что такое это такой зверь плавает в воде огромная она не знаю сколько полторы или две тонны весит показывает мужчина выходит а она его снимает он показывает больше нигде ничего а он вот так только стоял она оттуда она слышит сотрясение воды сходу его под водой все кончило на куски и больше его нигде нету не приспособление человека или растения животного а творение божие породы у меня котенок от рыжей я привез ой котенок до чего красивый до чего бодрый он на крыше у меня сейчас сидит сегодня котенок котенок какой он буская его зову белый с чуть-чуть маленькой коричневой спинкой от мишиного кота ох и красивый котенок он дома теперь живет у вас на крыше сегодня посадил вышек ловить только приехали рыжая сразу поймала ему дала мышонка гонял гонял давай наверное все время сколько времени пошло час семь час нуль семь давайте закурс покатить час полный раз максимально так вот 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 и дитя богородица Крисном блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Безысления Бога Слово родшую, Сушую Бога Родицу Тя величаем. Отец наш Небесный, любящий Создатель Бога Его, мы просим Тебя, все слышанное доброе закрепи в наших душах. Благодарим Тебя за тихое и мирное время, за эту святую возможность собираться у ног Твоих и слушать святые заповеди. Благослови нас правильно окончить эту жизнь и предстать непостыдно перед лицом Твоим вечности. Мы просим мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Благослови брата нашего Иоакима, возврати его с миром. Благослови на благовестие братьев. И власти смири воинство их под крепкую руку Твою, наведи страх Твою на них, дабы не было препятствия святым словам Христовым. И нас распусти с миром и место сие сохрани. Хвала Тебе, счастье и поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Любящий Отец, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, любящий Создатель, и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Пролей милости на врагов, умири и примири их с нами. Услыши, исполни молитву нашу о всех, западавших нам молиться о них, болящих, скорбящих, покинутых, обездоленных, не имеющих крова над собой и питания, пошли им все потребное. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, ты слышишь, и тарап твой. Аминь. По славу Богу. Так, заходи. Так, Сережа, я сейчас все перекачаю, и буду поедать. Надо еще вон с той камеры...